Друзья, все, мы в общем погнали. Я давно хотела эту тему с вами обсудить, она называется «Личные границы». И у нас такая тема «Личные границы» значит под заголовком «Я не лысый из Бразерс, чтобы всем нравиться». Мне рассказывали одну историю, точнее, есть один молодой человек, до которого ментор Сколкова, зовут его Александр Кравцов, у него есть книга «Следующий уровень». И он как раз-таки рассказывал эту историю про одну известную британскую колумнистку, которая обедала с бизнесменом, и, ну, очевидно, что у них была такая взаимная симпатия на уровне, да, там, общения. И она захотела как-то с ним подружиться, и он говорит, слушай, проси, пожалуйста, у меня, типа, лимит друзей сейчас переполнен, если у меня лимит друзей освободится в ближайшее время в какое-то, я тебе напишу. Она очень удивилась такому подходу, вот, но через какое-то время, буквально через полгода, значит, этот мужик присылает ей приглашение, ну, там, на какой-то званый ужин, и он пишет, у меня там один человек выбыл из списка друзей, поэтому ты можешь занять его место. И я вот сейчас очень хорошо начинаю понимать, да, его, потому что вокруг нас, особенно, я сейчас хочу сделать реверант своей аудитории, да, спасибо за лайки, вы все равно так или иначе люди, да, которые куда-то двигаются, там, развиваются, ведете инстаграм, там, что-то пишете, рассказываете, вот, и вокруг вас скапливается огромное количество, не знаю, там, паразитов, людей, которые в вас не верят, или просто людей, вот, которые там пишут, ой, давай, там, ты можешь помочь, там, мне, мне с чем-то, или давай выпьем кофе, расскажи мне что-нибудь, ну, то есть, вы там вкладываетесь, вкладываете свое время, да, в то, чтобы как-то себя вообще вытащить из болота, и я вкладываю время для того, чтобы вытащить себя из болота, а эти нахлебники, значит, появляются и говорят, я хочу все, что там ты узнал за год в формате обеда просто с тобой обсудить, ничего за это не дав взамен, вот, поэтому я сегодня хочу поговорить про личные границы, и про несколько, я уже вам обещала, да, что есть, как Арнеги писал о том, как приобретать друзей, мы будем разговаривать о том, как от них избавляться, вот, потому что я в последнее время все-таки, честно вам скажу, я люблю людей, и у меня есть надежда на человечество, да, но я люблю определенных людей, вот, что я поняла, и что, в общем и целом, да, человек так или иначе, довольно неприятное существо в основе своей, вот, но некоторые есть люди и хорошие, вот, и, значит, есть и хорошие примеры, есть и хорошие, и нехорошие примеры, и мне в этом плане очень нравится фраза, что люди намного лучше и намного хуже, чем вам кажется, вот еще, моя боль, значит, моя боль, у меня был близкий друг, ну, почему я говорю был, да, и этот, значит, человек буквально, ну, там, два года назад занял у меня 50 тысяч рублей, ну, так, да, в принципе, ну, вот сейчас для меня это абсолютно непринципиальный вопрос, точнее, ну, то есть, это не вопрос денег, это для меня это вопрос принципа, он сказал, что он отдаст деньги через месяц, кстати, напишите, вы даете взаймы своим друзьям, вот, он сказал, что отдаст деньги через месяц, потом я его не тревожила полтора года, потому что я исключительно терпеливый человек, прошло, значит, полтора года, я говорю, слушай, верни деньги, он, хорошо, через месяц, вот, потом я, и последние вот три месяца я его терроризировала, терроризировала, ну, очень корректно, я говорю, слушай, я говорю, он перестал отвечать на сообщения, перестал там брать трубки, вот, я недавно советовала с другим моим другом, он говорит, слушай, ну, цена ваших отношений 50 тысяч рублей, и он мне задал такой вопрос, он говорит, а представь, если бы ты всех своих друзей могла проверить за 50 тысяч, чтобы тогда было, и мне стало страшно, реально, мне стало страшно, потому что одна умная женщина мне однажды написала про тест Титаник, знаете, тест Титаник, если хотите узнать, поставьте, да, поставьте лайки, нет, не люблю давать долг, да, даю, но вычеркиваете деньги из жизни, да, надо, если, если давать, то вычеркивать, значит, про тест Титаник, она мне сказала, она говорит, ты должна выбирать себе, там, не знаю, в команду людей, как минимум в команду, да, или там друзей, тех, кто честно признает, что если бы, например, случилась там катастрофа на Титанике, и у вас была одна дверь, как у Ди Каприо с Уинслет, да, то они честно бы признали, что они бы тебе эту дверь не уступили, вот, я начала смотреть, я понимаю, что можно сколько угодно кричать, да, там, про то, что я так кого-то люблю, там, вы все такие мимимишки, вы такие классные, но по факту, да, когда речь встает о том, что, например, там, ты оказываешься между, там, человеком, да, и его деньгами, или между человеком и его бизнесом, или между человеком и, там, не знаю, какими-то его интересами, да, люди, ну, как правило, то есть я сейчас говорю, как правило, как правило, никто тебе дверь на, во время крушения Титаника не уступит, поэтому, вот, используйте такой тест Титаника, можете спросить у своих друзей, у всех сказать, слушай, если бы было крушение на Титанике, ты бы мне уступил дверь, если человек говорит да, если человек говорит да, то, скорее всего, либо он совершенно себя не ценит и свою жизнь, да, либо, либо он лицемерит, потому что ни один человек в здравом уме и в твердой памяти, ваш друг, да, там, примерно того же возраста, там, с которым вы дружите, вам эту дверь, ну, не должен уступать, соглашаться уступать, понятное дело, если там ему 87, у него последняя стадия рака, безусловно, он может согласиться уступить вам эту дверь, ну, а так, если человек говорит, нет, братан, я тебе не уступлю, прости, конечно, вот, это будет честная позиция, значит, используйте тест Титаник для того, чтобы проверить, ну, я сейчас, конечно, просто у нас сегодня такой эфир с выдающимся уровнем цинизма, да, потому что я знаю, что есть некоторые люди, которые, может, первый раз меня видят, они действительно думают, как был прекрасный комментарий, да, что она несет, вот, обычно я, ну, достаточно лояльна, да, там, верь в себя, все хорошо, люди молодцы, там, все друг друга любим, вот, ну, про тест Титаник обязательно, обязательно задумайтесь, потому что, ну, как бы по факту, по факту, да, я задала себе вопрос, я понимаю, что, наверное, сейчас нет ни одного человека, вот так, да, которого, которому я готова была бы уступить место на Титанике, действительно, это не зависит от того, там, люблю я человека или нет, просто это инстинкты, вот, реально, и я недавно, у меня последнее время такое, почему я заговорил про личные границы, там, про конфликты, у меня история про то, что, чтобы научиться вступать в открытый конфликт, ну, вот, и, то есть, я сейчас очень часто там людям в открытую как-то дерзю, вот, и недавно был, ладно, не буду эту историю рассказывать, потому что у меня здесь целый, целый вам пласт еще, смотрите, что делать, если, как подтягивать людей за собой, вот, часто мне задают вопрос, как подтягивать людей за собой, потому что, особенно это часто волнует, например, того человека, который считает, что он почему-то класснее развивается, чем другой, ну, например, есть какая-нибудь женщина, которая считает, что если она, например, развивается в чтении книг, а ее муж регулярно там занимается футболом, то ее почему-то развитие считается круче, чем его развитие, да, ну, то есть, она, например, считает, что развиваться в книгах, это круче, чем там развиваться, например, в спорте, да, это вот одна категория людей, потом есть другая категория людей почему-то, которые все время хотят затащить своих друзей, свою вторую половинку в развитии, вот, что на этот счет делать? Не тащить нахрен людей вообще никуда и никогда, потому что это абсолютно бессмысленно, ни один человек просто от уговоров, вот, представьте, сколько вам говорят другие люди, например, там, надо бросать курить, надо вовремя ложиться спать, надо, там, не знаю, заняться спортом, на вас работали вообще эти слова когда-нибудь? Да, они никогда не работают, эти слова, работает только пример, тут как с детьми, да, у меня вот есть недавно семейная пара, девушка мне все время жаловалась, что она не может своего мужа, там, она говорит, я хочу заставить его заниматься спортом, там, ла-ла-ла, мы с ним познакомились, у него были кубики пресса, а сейчас у него ушки, я говорю, ну, отстань, нравится человеку ушки свои, значит, нравятся прекрасные ушки у него, вот, и она начала сама просто заниматься спортом с утра, и она так занималась там 3-6 месяцев, потом в один день она там смотрит с утра, он уже отжимается, вот, поэтому я считаю, что только своим примером, ну, и вторая магия происходит тогда, когда вы становитесь просто людям неинтересные в тот момент, когда начинаете развиваться, я думаю, что многие из вас, да, с этим сталкивались, допустим, вы там бухали-бухали постоянно с кем-то, потом перестали пить, и все, вас уже перестают приглашать, потому что вы уже неинтересны, вы уже не смеетесь над их шутками, вы уже не на их уровне, вот, вы становитесь этим людям неинтересными. Потом, дальше, слушайте, про токсичных людей, да, я считаю, что очень много разных людей, много, можно много найти себе новых классных друзей взамен тех, кто, взамен тех, кто есть сейчас с вами, если они вас не устраивают, да, вот как понять вообще, что человек токсичный, опять-таки, кстати, поймите меня правильно, я не за то, что всех отшивать, там, посылать и меркантильничать, нет, просто за то, чтобы адекватно, да, разговаривать со своими друзьями, понимать, что они вам никогда не уступят место на Титанике, но при этом у вас есть, там, взаимные обязательства, да, какие-то, вы, там, так или иначе, если вы близко дружите, должны друг друга поддерживать, да, все равно, так или иначе, я понимаю, что, я сейчас расскажу, как я делю друзей, делю я друзей на три категории, вот у меня есть категории, там, боги, полубоги и смертные, и вот все равно те люди, которые у меня в категории боги находятся, я понимаю, что я в любом случае, независимо от того, что я сейчас не собираюсь сдавать деньги всем остальным друзьям, но богам я дам столько денег, сколько им потребуется, потому что это боги, вот, про токсичных, опять-таки, возвращаемся, значит, кто такие токсичные, во-первых, ноющие, да, во-вторых, те люди, которые в вас не верят, и третья, самая главная история, это те, после которых вы уходите в негативе, да, те люди, которым, которые вот любят перетирать вот эти вот сплетни там всякие, ну, просто на каких-то, ну, как модно говорить, на низких вибрациях, да, такая дурацкая фраза, но тем не менее, да, на низких вибрациях, ну, и плюс, очень важно, еще не верят те люди, которые не верят в вас, потому что, мне кажется, это сильнее всего расшатывает и демотивирует вас, когда люди в нас не верят, у меня, например, там, подруга, да, рассказывала, что, когда она чего-то добивалась, там, в детстве, например, она там завоевывала какое-нибудь первое место на Олимпиаде по химии, она приходила к матери и говорила, мама, типа, я там заняла первое место по химии, она такая, ты? Вот, ну, то есть, она на все так отреагировала, типа, ты же вообще просто конченый человек, неожиданно, вот, ну, плюс, здесь еще очень важно понимать, что многие люди вообще не умеют проявлять поддержку и веру, ну, то есть, очень часто наши мамы, когда они говорят, ты? Ну, это означает не то, что ты самое конченое существо на свете, я удивлена, что ты вообще чего-то добилась, это, ну, часто, да, означает, что, там, типа, вот ты даешь, я от тебя не ожидала, ты большая молодец, моя дочка умница, просто, и вот об этом, кстати говоря, вот, это косвенная причина, почему я завела проект Текстуры, да, который стартует 13 мая, где я учу людей писать, потому что люди не умеют писать комментарии, они не умеют писать посты, не умеют другим людям, да, выражать там свою симпатию, и что очень часто, как раз-таки из-за того, что люди тупо не умеют выражать в словах то, что они чувствуют, думают, мыслят, это рушит браки, семьи, бизнес, и все в таком духе, еще, кстати, сейчас я расскажу, чем отличаются боги и полубоги, давайте сразу расскажу, раз вы просите, значит, смотрите, я поделила всех своих друзей на три категории, боги, туда я отнесла 5 человек, полубоги, там 25 человек, и смертные, это, в принципе, все остальные, боги, боги, это те люди, которые всегда в меня верят, боги, это те люди, которые, с которыми мне легко эмоционально, духовно, физически, это те люди, которые не живут в состоянии эффективности, и самое главное, то, что их выделяет, это честность, они максимально, ну, по моим ощущениям, да, это те люди, которые максимально честны со мной, с внешним миром и с тем, что с ними происходит, вот, это боги, я для себя выделила, ну, вот, там, 5 человек, безусловно, это люди, с которыми мне интересно общаться, да, и я вот для себя решила, что у меня вот есть 5 человек, если им нужно, там, я даю им долг, это те люди, которые, там, могут звонить мне ночью, днем, с утра, требуют в любой момент моего внимания, точно так же и я, да, ну, то есть, я им сообщила о том, что они у меня в категории боги, и здесь тоже очень важно вот что, есть еще полубоги, 25 человек, у меня была одна очень классная фраза, я сказала одной своей знакомой, которая считала, что она для меня достаточно близка, короче говоря, она меня считала лучшей подругой, а я считала ее просто знакомой, вот, и я ей написала хорошую фразу, я говорю, дорогая, там, Оля, да, ты переоценила степень нашей близости, вот, используйте тоже эту фразу, потому что некоторые люди, мне кажется, очень часто, да, бывает такое, что мы кого-то считаем, например, лучшими друзьями, а этот человек думает, что мы просто для него знакомы, или наоборот, я уверена, что у вас тоже, да, есть какие-то люди, которых вы считаете своими, там, близкими друзьями, а вы для них просто знакомы, вот, мне кажется, очень честно, да, осуществить такую субординацию, я прям пришла, я сообщила богам, я говорю, слушай, вот, я тебя внесла в моем понимании в категорию бог, и это значит вот это, если ты, как бы, принимаешь, да, пользовательское соглашение, то мы продолжим, и одна подруга мне в ответ на это сказала, она говорит, ты знаешь, если бы дружбу с тобой можно было продлевать по подписке, я бы продлевала каждый месяц, вот, поэтому, почему мы, например, голосуем за президентов, или за подписываем какие-то соглашения, или покупаем, там, антивирус на месяц, почему мы не продлеваем точно так же дружбу, ведь, возможно, кто-то не захочет продлевать это лицензионное пользовательское соглашение. Что касается богов, боги – это те люди, с которыми я готова встречаться каждый день, каждый день, в любое время, в принципе, когда угодно. Полубоги – 25 человек, я поделила, что каждого из них я примерно готова видеть раз в год, вот, раз в год я готова видеть этого человека, все прекрасно, ну, а смертные, как бы, как уж придется, то есть смертным я ничего не обещаю. Еще одна история про WhatsApp, ответы на сообщения и так далее. А если бог скажет, что он не хочет продлевать? Я просто тут в состоянии потока, поэтому я не особо смотрю на комментарии, но лайки я ваши вижу, разноцветные сердечки меня радуют. Если бог скажет, что он не хочет. Слушайте, скажешь, что не хочет, значит, что не хочет. Для меня это тоже большой такой вопрос. Казалось бы, да, это нормально то, что нас не любят? И я думаю, что это одна из самых больших проблем людей. Мы не можем иногда признать, что это нормально, что нас не любят. Я как специалист и в разбитых сердцах, которые я делала разбитыми, и специалист в разбитом сердце, когда мне разбивали неоднократно количество раз сердце, поэтому я вот, по-моему, уже прихожу к выводу, что все-таки это нормально, кому-то не нравится. Я же говорю, у нас слоган сегодняшнего эфира «Я не лысая из Бразерс», да, чтобы всем нравится. Знаете, у меня был такой вот пример с магазином. Вы же приезжаете в магазин в 12 часов ночи, он закрыт, да, вы же не будете долбиться в него. Вот, а иногда, я вот, кстати, помню, вот если сейчас вспоминать женщин, ну, в смысле, не вспоминать, а если приводить женские примеры и уходить чуть-чуть в сторону отношений, история, значит, такая, я как-то раз, ладно, одна женщина мне рассказывала о том, что, не буду говорить, кто она, вы ее знаете, одна женщина, значит, не рассказывала, она говорит, ты знаешь, иногда нужно дойти до такой степени унижения, ну, она имела в виду мужчину, естественно, до такой степени унижения, чтобы понять свою ценность. И она рассказывала, что, ну, там, уходил ее молодой человек, она в белом костюме, просто лежа на асфальте, там, хватала его за ногу, говорила, не уходи, а он волок ее вместе с этим белым пиджаком и с этой ногой, вот, она говорила, не уходи, не уходи, не уходи. Вот, и она говорит, я после этого момента, это был последний вот раз, когда я так унижалась перед мужчиной, и это был вот очень хороший случай, когда я вот поняла свою самоценность. И поэтому вот сейчас, когда мы там в кулуарах с какими-то девочками обсуждаем, они не могут от кого-то отвязаться или признают, что их кто-то не любит, я говорю, слушай, ну, дойди до высшей формы унижения тогда, вот, дойди до высшей формы унижения, и тогда, может быть, ты что-то поймешь. Поэтому, если Бог не хочет продлевать подписку, то можно возить ему цветы, покупать ему еду, давать ему денег, не знаю, там, вытирать за ним, там, что-то, короче говоря, вот, чистить ему креветки, чистить ему яичко, вот. Если человек не обращает по-прежнему на вас внимания, может быть, стоит начать уже ценить себя и сказать, я найду себе нового Бога. Вот, значит, еще одна мысль про отвечать в WhatsApp, отвечать на сообщения, это вот тоже, мне пишут огромное количество людей, у меня сейчас два телефона, как я недавно встретилась с одной подругой, она знает мой телефон для всех, и она такая говорит, о, у тебя два телефона? Она говорит, а какой из, я такая говорю, да, у меня два телефона, один для близких, а другой, который знаешь ты. Вот, она очень посмеялась, потому что у меня вот один телефон действительно для близких, да, там, и для моей команды, его там знают 6-7 человек, а второй телефон для всех остальных. И второй телефон, я безумно счастлива, что я это сделала, потому что я там просыпаюсь, да, я беру только тот телефон, который у меня для близких моих, или, например, для команды. Я вижу, что если какие-то срочные вопросы, я отвечаю только, да. А второй телефон, я, например, беру его там один раз в сутки или там один раз в неделю, я отвечаю на сообщение. Я с полубогами, с некоторыми, мы заключили такое соглашение, что касается WhatsApp. Я просто могу, огромное количество людей от меня отвернулось из-за того, что, ну, то есть не близких, не близких, я сейчас подчеркиваю, из-за того, что я отвечаю типа WhatsApp раз в месяц, да, и я знаю, что это был прям удар по эго огромного количества людей, но обратите внимание, ни разу, вот, близкий человек, который меня по-настоящему любит, не высказал мне ни разу никаких предъяв по поводу того, что я ему вовремя не ответил. Ни один человек. Поэтому, если, по сути, там, человек, да, высказывает вам, что ты мне не отвечаешь или, там, не берешь трубки, то, во-первых, надо признать, что, возможно, он для вас не так важен, во-вторых, надо признать, что, возможно, он не так сильно уважает ваши личные границы, потому что, казалось бы, да, мы так привыкли, что у нас там есть, не знаю, телефоны или соцсети, что я вот слышу, как там пара распадается из-за того, что там, типа, ты была онлайн 4 часа назад, и мне ничего не написала, да, это просто какой-то сайт, да, почему я должна там в какой-то виртуальной сети на каком-то сайте тебе там что-то отвечать, я, может, вообще захожу там, не знаю, в контакт только послушать музыку, да, я думаю, что многие из вас потеряли, получали предъявы от тех, кто говорит, что ты мне не отвечаешь в контакте, хотя вы, например, заходите туда только послушать музыку. Потом, и мы вот заключили договор с одной моей подругой, которая входит в полу богов, там было 4 пункта, да, что мы отвечаем в WhatsApp тогда, когда нам удобно, и она, и я, даже если нам удобно через месяц или через 2 месяца, второе, никто на это не обижается, даже если второй каждую секунду в сети, но отвечает только через 2 месяца, третье, мы всегда знаем, что второй человек всегда готов прийти на помощь, и четвертое, если помощь нужна срочно или какой-то очень срочный вопрос, мы друг другу звоним и знаем, что второй поможет, все, и вот вы знаете, вот когда мы вот с этой вот девушкой заключили такой договор конкретный, вот помню, первая, да, была Даша, мы с ней заключили, вот было 4 пункта, это принесло такое вообще, такую свободу в наши отношения и дало намного больше близости, и я прям почувствовала, что мы прям стали ближе, да, потому что мы заключили с ней договор, что мы отвечаем тогда, когда удобно, никто ни на кого не обижается, если, но при этом я всегда готова тебе помочь, ты всегда готова мне помочь, если помощь нужна срочно, мы созваниваемся, все, и это решило реально огромное просто количество проблем в наших отношениях. Еще одна история о том, значит, что делать, если у вас спрашивают, как дела, огромное количество людей спрашивают нас, как дела, я предлагаю вам сделать вот что, если вы понимаете, что это не ваш близкий друг, а просто какой-то нахлебник, человек, которого вы вообще не знаете, человек, который пишет вам, потому что ему не хрен делать, и у него неинтересная жизнь, не открывайте это сообщение, вообще не открывайте на это сообщение, никак на это не реагируйте, пусть оно висит. Мне очень понравилось, как однажды в интервью, значит, Тимур Батрудинов сказал очень смешную фразу, он говорит, очень большое количество людей спрашивают у меня, что у меня новенького, хотя они даже не знают, чего у меня старенького, вот, поэтому зачем отвечать людям, как у вас дела, которые даже, которые спрашивают, что у вас новенького, если они даже не знают, что у вас старенького, да, вот это вот тоже очень большой вопрос, и я сейчас очень ценю не сообщение «Привет, как дела?», а, например, там, «Привет, Лариса, мы там делаем то-то, 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 вот у меня к тебе там такая-то просьба, такой запрос, ты можешь нам помочь или ответить как-то, все, вот я на это реагирую очень быстро, что значит «как дела?», какая-то разница вообще, как у меня дела, да, ты мне кто? И просто есть некоторые люди, такое ощущение, как будто у них какое-то автонапоминание стоит, просто это какая-нибудь младшая подруга девочки, с которой я общалась в седьмом классе, да, которая там что-то смотрит у меня там в инстаграме, и она мне пишет каждые три недели «как дела?». Я вообще знать не знаю, кто ты, ну и плюс я всегда помню вот о чем, да, допустим, я там, у меня есть проекты, на которых я консультирую за деньги, да, и каждый раз, когда я отвечаю на сообщения к каким-то левым людям, встречаюсь с какими-то левыми людьми, я понимаю, что есть люди, во-первых, которые мне за это платят, за то, что я там с ними встречаюсь и консультирую их, разговариваю, да, с ними, я думаю, это несчестно по отношению к ним, во-вторых, я вспоминаю, что у меня есть там, не знаю, племянники, мои близкие, мои близкие друзья, моя мама, да, почему она должна страдать от того, что я сейчас трачу время на «как делишки», отвечая какой-то там двоюродной сестре, пятиюродного племянника моего брата, свата, директора школы, вот, почему они должны за это расплачиваться. Такая история. Потом, и еще, кстати, очень важный момент, если вы хотите написать мне, или если вы хотите написать человеку, от которого вы чего-то хотите, пожалуйста, удосужьтесь написать ему сообщение по имени, вот это вот очень важный момент, написать сообщение по имени, потому что вот это проверено, да, я помню, я еще у Игоря Мана прочитала эту фишку, я сначала над ней посмеялась, а сейчас я вижу, 99%, если вам пишет организатор, например, какого-нибудь мероприятия, там, добрый день, мы хотим вас пригласить, если он не пишет, там, добрый день, Лариса, там, 99%, что это все сорвется, потому что если человек, да, не понимает базовых каких-то вещей, то это значит, что он плохой организатор, и я сейчас, когда мне люди, там, пишут без упоминания имени, либо я им ничего не отвечаю, даже если это хорошее предложение, потому что это хамство, ну, то есть я сейчас подчеркиваю, что это не просто, там, переписка с вашим близким другом, что нужно обращаться к нему по имени, а именно переписка, когда вы приходите к человеку, вы от него чего-то хотите, нужно обращаться по имени, я иногда спрашиваю, типа, здравствуйте, а как меня зовут, я спрашиваю, и человек, там, пишет, типа, аха-ха, там, Лариса, а что вы не помните, я пишу, что, типа, вы знаете, просто меня учили, что если приходит письмо, где ко мне не обращаются по имени, возможно, это письмо не мне, вот, поэтому, вот, я удивлена, что огромное количество даже каких-то мощных людей, не знаю такого простого правила, что если вы хотите чего-то от человека, вы, как минимум, приду, попробуйте обратиться к нему по имени, вот, смотрите, да, рассылки приходят как, здравствуйте, друзья, некоторые рассылки, которые вы покупаете, приходят по имени, некоторые рассылки приходят как, здравствуйте, друзья, смотрите, я сейчас говорю вот о чем, Когда вы приходите к человеку, от которого вы чего-то хотите, да, например, приходит Григорий Оветов к Тони Робинсу и говорит, дорогой Тони, можешь ли ты у нас выступить каким-то запросом, да, с какой-то просьбой, я подчеркиваю, это не дружеские письма, это не рассылки из серии «Привет, мы хотим тебе что-то сообщить», это когда вам что-то нужно от человека, вам что-то нужно от человека, поэтому это вот очень важно. Так, что еще я вам хотела рассказать? Как дела? Так, это я сказала, а, слушайте, последнее, я вам расскажу сейчас очень веселую историю с матом, но не сейчас, а вначале я проведу прямой эфир, да, истории с матом, если есть дети, пожалуйста, уйдите, потому что я первый раз в жизни в публичном пространстве планирую мат и предупреждаю вас об этом, одно слово будет матерное всего, потому что без мата ее невозможно рассказать, это будет прямая цитата. А сейчас, друзья, значит, спасибо, да, за те, кто был с нами, я быстренько разыграю бесплатное место на участие в «Текстуре». Текстура – это бомба, там будет у меня тоже три вебинара бомбических, на которых я, кстати, в этот раз планирую все по-новому делать, не только разборы текстов, но и разборы кейсов там всяких крутых, не знаю, там, от Аэрофлота до Сбербанка, про то, как бренды вообще ведут свои СММ-компании, какое у них позиционирование, потому что я вот недавно меня в Мегу пригласили читать тренинг, это было очень круто, вот именно я делала про СММ именно по контенту, потому что бренды, конечно, жгут. Вот то, как, не знаю, общается и то, как ведут там соцсети Порнхаб, да, там Роскомнадзор, Аэрофлот, Сбербанк, это вообще веселье, поэтому все, кто хочет вообще научиться писать, повеселиться, писать крутые тексты для блога, соцсети и публикации, приходите на «Текстуры». Я сейчас расскажу вам последнюю историю с матом про то, что делать, если к вам возвращаются бывшие. Сейчас будет мат, поэтому закройте уши, но без мата эту историю не расскажешь. Один мой знакомый, значит, к вопросу про бывших, я говорю, скажи мне, пожалуйста, я говорю, когда-нибудь те, ну, там, девушки, которым ты симпатизировал, приглашал их куда-то, они к тебе возвращались, ну, там, с предложением, да, типа, ой, я передумала, давай, давай, дружи. И он рассказывает такую историю, он говорит, шесть лет назад я пригласил одну девушку в кино, и она мне, говорит, на это ничего не ответила. И вот, говорит, проходит шесть лет, представляете, шесть лет, эта девушка пишет ему, привет, твое приглашение насчет кино еще в силе? И он отвечает, сори за мат, да, он отвечает, сори за мат, он говорит, я и пишу, ты что, тот кинотеатр уже сгорел. Вот, поэтому, друзья, вот еще раз, да, прошу прощения, но просто без мат эту историю не расскажешь, он сам по себе такой достаточно грубый парень, но при этом я считаю, что это идеальная позиция по отношению к тем, кто, например, там, в свое время, да, не захотел там принять наше приглашение, или, например, одумался слишком поздно, ну, как правило, просто нам это уже не нужно, да, я не к тому, что, там, надо кого-то жестко, там, отшивать, нет, просто, значит, бери, когда дают, вот, главное правило, бери, когда дают, потому что кинотеатр, блин, уже сгорел, да, куда-то собрался идти, ресторан закрыли, кинотеатр сгорел, поэтому, друзья, значит, я вас очень всех люблю, буду ждать на текстуре 13 мая, возможно, если вы еще напишите мне в директ, что вы соскучились по моему прямым эфирам, на следующей недельке сделаем какой-нибудь прямой эфир, вот, я, в общем, вас всех обнимаю, целую, я сегодня очень долго, да, это из серии ХТД, все, всем хорошего дня, приходите на текстуру, я, Лариса Парфентьева, была с вами, пока!